В улице и проспекты областного центра сё лета упрыгожить каля миллиона разностайных кветок. Супрационники предприемства «Зеленгаз» избираются завершить их посадку до середины червеня. Клумбы на центральных площах города уже расквечены, на доходе черга отдаленных районов. У першиню у Витебска появятся незвычайные ландшафтные композиции, тапиары и окружения кветок. Про тех, кто делает город при Гаже и у Тульни, Войга Шмаргун. Головной по витебских клумбах Валентина Шендюкова стала не так давно. Про кветки она может говорить годинами и ведая абсолютно всё. Какие пахнут ваниллю, какие любят много воды, а какие тень. Витебск сё лета упрыгожить целый миллион кветок. Не алых руж, а 20 розных гатунков. Найбольшь пристосованная до городских умов, проверенные годами. С новых усягу один вид. Даречи, выросшивуюсь кветковую рассаду непосредственно у теплицах предприемства. В этом году проспект Черняховского из полностью зелёной зоны мы превращаем в цветник. На сегодняшний день высажено уже более 200 тысяч цветов. Также в этом году мы приобрели новый вид цветов. Это георгина клубневая, которая действительно красивая. И мы хотим в этом году попробовать её посадить, как она себя будет вести. Сегодня у Зеленгаса нема уластного ландшафтного дизайнера. Усе кветковые композиции супрацовники придумывают сами. Вертыкальные, розноколяровые, альпийские горки. Бывая, Валентина черпает идеи с дитячих малюнка у своей дачки. А идею с топиары ими подказал мясцовый предприниматель. Кировництво города инициативу подтримало. А зеленгасовцам засталось и только ожиттявить. Первая композиция неподалек от площади Перамоги. Два зелёные львы у окружения кветок. Штучное покрытие некапрызное, вытремливая и снег, и дождь. А вось односины человека с тяжкостью. Жанна Кутькина с коллегами три дни працевали на объекте. А за выходные месяцы потоптали клумбу и пораскидали камень. Пришлось и робить на ново. Всё было красиво. Приехали. Шамота нет. Оно всё растянуто. Плёнка эта видна. Ну, короче, картина очень некрасивая получилась. Конечно, было обидно то, что работали мы, старались, чтобы было красиво. Но люди этого не понимают. Люди не хотят поддерживать ту красоту, которую мы создаём в городе. Антивандальную ахову для Тапиары упакуль не придумали. Усяго у Витебской сёле-то з'явятся больше десятка розных зелёных фигур. Чакая переезду на перекрыжование Чкалова-Московске, фонтан у выглядзит дельфина. Гэтые кошальки с пятуннями переедутся до будинка Абл-Ваканкама. Ландшафтная композиция у прихожатся микрорайон Билева. Кожную окружать клумбами. Сёне на улице города працуют больше за 60 рабочих зелёного будауництва. До середины червеня зеленгасовцы избираются завершить посадку кветок. Застанется только догляд, прополка и палил. А то и на кольки долго розноколяровые клумбы будут упрыхоживать Витебск, залежить от самих городжан. Вольха Шмаргун, Ян Пчельников, Новины, Витебск.